Игнорируя мрачные прогнозы синоптиков на июль, приморская жара все же настигла Владивосток. Столбики термометров показывают 30-35 градусов и, конечно, переживать такую погоду проще дома или на море. Но что делать нам, тем, кто в это время работает? Прежде всего, следует помнить, что повышенный градус в кабинете сокращает рабочий день. Согласно СанПину, если температура в помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, работодатели обязывают сокращать продолжительность рабочего дня на час, при повышении температуры до 29 градусов на 2 часа, при 30 и выше – на 4. Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 37 градусов. В таком случае следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. Не стесняйтесь напоминать об этом своему работодателю, особенно если работать в жару вам физически тяжело. Кстати, существенно облегчить это время поможет правильный питьевой режим. Не будем увлекаться холодными, охлажденными напитками, газированными. Они ни в коем случае вам не снимут жажду, а наоборот. И я вот наблюдаю, когда иду по городу, я вижу, как покупают, и прям большими глотками все это поглощается. Это неправильное питье. Пить нужно теплые напитки, более теплые, не холодные, и через 20 минут небольшими глотками. Перенести жару поможет и кондиционер. Но важно помнить, что в помещениях температура не должна опускаться ниже 25 градусов, чтобы люди, заходя с улицы в кабинет, не попадали в холодильник. Исключая такие перепады температур, вы снижаете риск простудиться. Не менее важный аспект сохранения работоспособности летом – правильное питание. В такое время не рекомендуется употреблять пищу, которая тяжело усваивается. Летом я вообще рекомендую всем употреблять более такую вот легкую пищу и, конечно, следить за чистотой этой пищи. И не всем доверять свой любимый организм каким-то любимым забегаловкам. Это нужно как-то вот, скажем, запомнить. И опять же, на мясную продукцию минимум, минимум внимания. Надо кушать вот более легкие такие фруктовые, овощные, больше овощей, фруктов. Вот это, это сезон того, чтобы оздоровить свой организм. Жара для нашего организма – дело непривычное, и он бросает все силы на борьбу с внешним раздражителем. Именно в такую погоду нам чаще всего сложнее сконцентрироваться. Отсюда и выражение – мозги плавятся. Такое состояние человеку не в радость, как следствие портится настроение. Кроме того, специалисты советуют свести к минимуму физические нагрузки, особенно на улице. Особых правил стоит придерживаться и при прогулках с детьми. Самое главное – в жару надевать на ребенка светлую одежду из натуральных тканей. Отказаться от носков, обязательно надевать головной убор. Использовать солнцезащитные средства и часто проверять самочувствие малыша. Сейчас, когда погоде во Владивостоке присужден желтый уровень опасности, врачи особенно рекомендуют придерживаться хотя бы базовых правил работы и отдыха в жаркий период. Илья Клименко и Руслан Мартынычев. Новости на восьмом.